Золотая рыбка для пловцов практически всей России уже давно не сказочный персонаж, а самые реальные соревнования, которые ежегодно проводятся во Владивостоке. Заплывы с таким уже брендом начали проводиться еще в 80-х годах. Сегодня эти состязания юных пловцов являются старейшими в истории всего Приморского края. В этом году они 34-е, в следующий год будет у нас юбилейный, 35-е по счету соревнований. Поэтому многие помнят эти соревнования, даже тренера, которые участвовали в этих соревнованиях. Интерес как к соревнованиям, так и в принципе к плаванию за год определенно вырос. Если на прошлой Золотой рыбке было около 300 участников, то в этот раз их 450. Это и Дальний Восток, и даже отдаленные регионы. На старте одна молодежь от 10 до 14 лет. С Анастасией, например, еще год назад мы общались как с участницей. Теперь она выросла и с состязаниями попрощалась. Здесь сейчас только в роли помощника судей. Последняя золотая рыбка тем, что мы выиграли командный зачет. Я стала призером. Выиграли эстафет и стали призерами эстафет. И самое интересное, как плывут на данный момент дети. Потому что когда мы завершали золотую рыбку, мы плыли на уровне кандидатов мастера спорта первого разряда. А сейчас дети плывут немножко хуже. Каждому спортсмену здесь приходится как сражаться в личном первенстве, так и вносить свой вклад в копилку команды. На деле это троеборье – 200 метров комплексным плаванием, 800 метров вольным стилем и 100 метров костилем на выбор участника. Самым юным пловцам, как оказалось, порой даже удобнее и интереснее плыть большую и самую выматывающую дистанцию. У меня хорошая выносливость, и я не устаю, например. То есть 100 метров у меня, я проплыла по дому результат, и он у меня такой есть. А 800 я с каждым разом все улучшаю и улучшаю. Ну, я сначала как бы не начинаю очень быстро, а потом уже в конце ускоряюсь, и тогда вот уже улучшается результат в этих последних сотках. Мои любимые дистанции 100 метров, потому что плыть очень легко. И еще хочу попробовать 800 метров, потому что на 800 метров, думаю, проявлю себя хорошо. Поддерживать постоянно скорость, не уставать, стараться. И, ну, быть первым, стараться прийти первым. Даже если приходишь там последним, это уже достижение, потому что ты проявил себя. Золотая рыбка, к слову, встреча не самых юных пловцов. Спортсмены с еще меньшим опытом и возрастом встретятся уже на краевых соревнованиях с говорящим названием «дельфиненок», которые пройдут в апреле. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.